Мы находимся в Охотской море, в северной его части. Установка «Полярная звезда». «Полярная звезда» и ее сестричка «Северное сияние», они близняшки. Они действительно самые большие буровые установки у нас в России. Меня зовут Владимир Петрович Сухоруков. Я работаю бурильщиком 8-го разряда основным. Общий стаж работы в морском бурении приближается к 40 годам. Мой рабочий день начинается, будет удивительно, в 2 часа ночи. Немного тяжеловато. Ну, тут ничего не поделаешь. Мы уже к этому привыкли. Доброе утро или доброй ночи кому. Сейчас 20 ночи. Пришло время идти на вахту, менять напарника. Вадик, привет. Свежую булочку приготовил. Пицца, ясно. Спасибо. Я чисто рыбки. Приятного аппетита. Переодеваемся в рабочую одежду. Каска, очки защитные, ремешок. Все на месте должно быть. Ботинки с железным носком. Здравствуйте. Ну что, как у нас тут дела? Что у нас по оборудованию? Все нормально? Все нормально. Без каких-либо эксцессов. Насосы нормально отработали? Да, все три прокручивали. Райзер, чейн-бустер тоже мыли, да? Да. Ну, хорошо. Ладно. Парни, парни, подходите на ротор, зовите товарищей в оранжевых комбинезонах. Я управляю, как основной бурильщик, топ-драйвом. Мне подают на трубной тележке трубу. Она вставляется в элеватор. И на топ-драйве я поднимаю эту трубу, опускаю в ротор. Затем беру следующую. Мой ассистент дистанционным ключом заворачивает резьбу, крепит ее. Я поднимаю, опускаю дальше вниз. И так по одной трубочке мы собираем, собираем, собираем свечи. Дима, смотри, вот этот сдвоенный переводник с белым набалдашником, его надо, да, на лебедку подать в ключ, открепить вот этот верхний от него переводник, и на него другой навернуть. В этой профессии я уже очень давно, с 1981 года, начинал обучение в школе ПТО в Мурманске как простой в подсобной работе второго разряда. Мы начинали вместе работать еще в Мурманске на буровом судне Валентин Шашек. Он стал одним из лучших бурильщиков «Арктикморнефтегазразведка». На фотографии моя буровая вахта, а вот Сухоруков Владимир Петрович, он присел. Он тут еще не седой, молодой. На буровом судне Валентин Шашин можно похвастаться работой над открытием штокмановского месторождения. Затем геотехническое судно «Бавенит» арктических морских инженерных экспедиций. На этом судне я побывал практически везде на этом шарике. Ну вот, закончился мой очередной трудовой день. Хочется отбежать быстрее, покушать, отдохнуть. Ходите, гости, дорогие. И вот мое жилище, моя однокомнатная квартира. Правда, у нас тут два жильца. Андрей, ну он сейчас на буровой, он меня сменил. Это моя коечка. С ним мы практически не пересекаемся, только на буровой во время приема передачи вахты. А вот здесь находится наш банно-прачечный комбинат. Я оставляю с номером каюты. Все, на другой день специалист все это постирает. Если надо, погладит. Все вывесит на стенд. Это наша комната отдыха. Теннисный стол, где мы иногда играем. Есть один товарищ, который все время у меня выигрывает. Но ничего, я потренируюсь, должен его победить. Оп. А вот здесь, пусть не стачтут меня нескромным, находится поздравление Сухоруков Владимир Петрович, ваш покорный слуга. Был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Подписано Владимир Путин. Хочу сказать, что он хороший человек, хороший специалист. Его ценят во всех организациях, где он работал. Я это точно знаю. Единственное, что, конечно, он должен был закончить институт, он его бросил. Я думаю, что он ниже бы начальника установки и не работал бы сейчас. Ну, так получилось, что он ради семьи не стал учиться. У меня четверо внуков. Жена супруга моя работает бабушкой. Две дочери. Живут в разных городах. А супруга своей мы сейчас живем в Геленджике. Через 3-4 дня подойдет наша лодка, как мы говорим. Мы сядем, попрощаемся с товарищами, поздороваемся с нашими сменщиками и поедем на заслуженный отдых. В моей работе очень много интересного, очень много перемен. Сама работа необычная, редкая специальность, я имею в виду морская. Сухопутных буровиков много, морских бурильщиков мало. Это довольно утомительный процесс, особенно, когда бурение происходит в течение, например, 2-3 недель и даже больше. Каждый день выходить и делать практически одну и ту же работу, хотя она много нюансов, но в основном ты делаешь, ты буришь, ты делаешь одно и то же. Это утомляет, конечно. Но ничего не поделаешь. Такая наша судьба, мы сами ее выбрали.